Добрый день, мои хорошие, добрый день, уважаемые подписчики. Снова с вами Николай Сомсиков, агентство недвижимости Титул. Вместе с вами сейчас будем смотреть дом. Ниже в описании укажу выстомость, общую площадь и количество земли. Сам дом находится, Республика Адыгея, поселок Дружбы, улица Мира, 19. Смотрим с вами этот дом. И, кстати, самое главное, ниже в описании будет указан номер телефона собственника. Смотрим. Мои хорошие, смотрите, сейчас будем с вами смотреть дом общей площадью 130 квадратных метров. Дом двухэтажный, количество земли составляет здесь 15 соток и дом со всеми удобствами. Вот так у нас выглядит улица. Прямо буквально от силы вы 5-7 минут вы дойдете до центра вот этого поселка. Тут и садик, и школа, медпункт, МФЦ, также игровая площадка. В принципе, это все присутствует. И давайте вот сейчас камеру поверну. Вот так это все у нас выглядит. И, кстати, смотрите, уважаемые подписчики, если что, вот с левой стороны тоже дом продается. Он тоже у меня есть видеообзор именно вот этого дома. Ну, вдруг у вас будет две семьи, которые хотят купить рядом дом. Что касается у нас забора. Забор у нас вот такой щит, хотел сказать щитчатый. Это сетка получается вот такая. И с этой стороны получается забор из профнастила. Кровля. Сейчас попытаюсь отойти. Видно, что металлопрофиль. Люди полностью его поменяли. Но, к сожалению, это надо... А, вот так, я думаю, фиксируется. Да, видно с этой стороны. И окна везде металлопластиковые. И давайте вот сейчас зайдем. С вами это все посмотрим. Сам двор. Ну и, конечно, сам дом. Ну, что касается автомобиля, вы можете поставить его в гараже с этой стороны. Либо можете, пожалуйста, открыть, загнать сюда, поставить автомобиль, если необходимо. С этой стороны у нас вместо забора сразу идет граница вот этого дома. Ну, у меня ощущение, как будто раньше это были одни и те же собственники. А, возможно, даже и нет. Могу и ошибиться, конечно. Эта часть полностью забетонирована. С этой стороны нет. В будущем можно здесь палисадник организовать, цветы и тому подобное. И, смотрите, у нас получается вот такой навес. Мы потом обязательно зайдем. Он закрытый, получается, чтобы дождь из них не попадал. И вот видно, что это балкон, он полностью закрытый. И вот здесь тоже пристройку сделали к балкону. И оцениваем дом с этой стороны. Я по кругу ходил, все нормально. Никаких трещин, ничего нету визуально. Ну, конечно, вы, когда приедете, это все сами посмотрите, оцените визуально. И давайте вот сейчас покажу вам хоз помещения, сам участок. Ну и, конечно, зайдем в дом. Здесь, получается, у нас хоз двор закрыт вот таким забором. Вот это у нас помещение, оно разделено на три секции. Давайте сейчас это все посмотрим. А, знаете, давайте начнем с огорода, в принципе, А потом уже закончим, чтобы псы не гавкали. Ну, это у нас, получается, синавал. Так, вот какие псы, это какие злые. И вот, смотрите, сам у нас участок. Вот мы видим, с вами вот видно он до того столба. Что касается, кстати, участок вот видно чуть-чуть, ну, как бы с наклоном. Я думаю, это видно вам, в принципе, по-соседнему это понятно. По поводу плодовых деревьев. Здесь раз, два, три, четыре, пять, ну, где-то вот шесть-семь деревьев наберется, не более уличный туалет с той стороны. Вот ансептик у нас, который идет именно от дома. Малина в той части посажена и клубника. Ну, в принципе, участок, как я сказал, у нас в совокупности 15 соток. Забора, по сути, с той стороны, и с этой стороны, и сзади от соседей нет. Ну, в принципе, у нас в поселках везде так это все организовано. Теперь дальше давайте помещение посмотрим. Здесь у нас вот такой большой навес. Здесь заходим в первое помещение. Ну, когда-то люди занимались сельским хозяйством. Ну, тут, конечно, чуть-чуть темновато. Там будет намного светлее. Занимались сельским хозяйством. Эти все помещения когда-то использовались, ну, использовали на все 100%. Вот видно, да, вот этот полностью навес. Оно разделено по секциям. Ну, например, здесь когда-то держали коз, я так понимаю. Лампочка тут есть. Видно, что вот эта часть кирпичная, а здесь перегородка гипсоблок. Эту часть посмотрели. Ну, здесь у нас индюки. И давайте вот сюда сейчас зайдем. Кстати, здесь есть подвал, имейте в виду. Сейчас тоже обязательно его покажу. Ну, а вот это курятник. Да, это вот видно у нас курятник. И смотрите, давайте сейчас подвал вам тоже покажу. Немаловажно. По крайней мере, мы можем оценить с вами грунтовые воды визуально. Так, ну, тут видно мотороллер хранится. И вот он, подвал. Сейчас спустимся, ребята. Так, аккуратненько. Так, и вот он у нас подвал. Ну, в принципе, высота у нас здесь пол деревянный. Здесь вот такие ригеля. Ну, видно, столбы какие-то бетонные. Ну, так выглядит. Ну, высота здесь у нас... Ну, вот, я чуть-чуть вот головой цепляюсь вот это. Ну, в принципе, это не смертельно. Все, подвал оценили, посмотрели. И давайте сейчас вот посмотрим вот тот навес, который я вам говорил. Который закрыли с этой стороны поликарбонатом. Кстати, можно это убрать, и у вас будет все открытое пространство. И вот он, вот этот навес, который я вам говорил. Вот так он выглядит. Так, ну, здесь у нас профнастил, я так понимаю. И здесь, получается, забетонировано. И вот стена. Здесь металлопластиковое окно. И здесь, кстати, два входа. Вот с этой стороны и с той стороны. Сейчас вот я зайду именно с той стороны. Потому что вам будет более-менее понятно. А с этой стороны, кстати, можно зону отдыха сделать. Потому что с той стороны кухни мы зайдем обязательно. И получается, здесь, если вот эту часть открыть, я имею в виду, чтобы светлее было. Я отлично вот это убрал. Конечно, решать вам. И вот в будущем гости будут приезжать. Это, в принципе, тоже интересное предложение. И вот, смотрите. А вот он, центральный вход именно с этой стороны. Но собственники пользуются больше вот именно вот тем входом. Ну, давайте сейчас зайдем и посмотрим. И вот, друзья, мы сейчас зашли именно в дом. Как я сказал, что у нас два входа и два выхода. Но этим входом люди практически не пользуются. Но, в принципе, убрать, если холодильник, вот эту коляску, вход, в принципе, нормально получается. Что мы видим именно здесь? Видно чугунный радиатор, металлопластиковая дверь. Здесь мы видим обои, в принципе. И вот так выглядит потолок. Здесь деревянные полы и сверху линолеум. Дальше. Здесь получается первая спальня на первом этаже. Здесь, она, в принципе, небольшая. Можно ее даже как гостевая сделать. Ну, наверху у нас еще три изолированные спальни. Здесь на полу линолеум. Обои. Потолок тоже аккуратненько. Это все выглядит, в принципе. Давайте сейчас вам покажу. Стена здесь составляет чуть больше 35 сантиметров. Окно на открывание. Ну, и, конечно, чугунный радиатор. В принципе, все неплохо. Я имею в виду внутри по состоянию. Дальше. Идем. Здесь у нас туалет-ванна. Она совмещенная. Вернее, душевая. Но она, по сути, как душевая, как ванна. Ну, пространства тут предостаточно. Вот видно, что стиральная машинка помещается. Сама душевая немаленькая. Раковина, унитаз. Единственное, что здесь у нас вместо плитки, ну, вот такие обои. Это не плитка, уважаемые подписчики. Это обои. Ну, в принципе. А вот кусочек плитки, он видно. Вот старая плитка. Да, вот за той душевой видно. Ну, так выглядит. Ну, а здесь вот такой линолеум. Это не плитка. Это типа, ну, знаете, раньше такие квадратики были. Пластиковые. Не знаю, как правильно сказать. И металлопластиковое окно есть на открывание. И чугунный радиатор. Также я вам покажу сейчас гараж. Вход с дома в гараж есть. Как я сказал, что можете автомобиль поставить либо вот в этом гараже, либо во дворе. Ну, собственник ставит именно в гараже. Ну, видно, что в принципе гараж неплохой. Высокий, нормальный. Давайте вот так оценим с этой стороны. Пол забетонирован. Отопление есть. Металлопластиковое окно присутствует. Глухое. Видно, что не на открывание. Эту часть мы увидели. И давайте сейчас покажу вам. Получается у нас, знаете, как столовая. Вообще, на самом деле, это кухня-столовая в совокупности. Но газовую плиту, раньше она когда-то стояла тут. Собственники принесли туда. Сейчас покажу. Но если мы сейчас говорим, если вы хотите, чтобы газовая плита была здесь, пожалуйста, это можно организовать. Мы видим газовую колонку, которая дает горячую воду. Кухонный гарнитур. С этой стороны мы видим с вами диван вот такой. В принципе, его можно убрать. Поставить обеденный стол такой нормальный. И в принципе, вы, семья, гости, когда будете приезжать, естественно, уже будет пространство намного большее. Металлопластиковое окно. Чугунный радиатор. Окно на открывание. В принципе, потолок зашпаклеван. Покрашен. Все есть. Кстати, здесь у нас, вот мы видим, это плитка-кафель. И вот полностью, кстати, вот эта вся стенка практически, вот единственное, вот чуть-чуть там не доделано. А вот тут все полностью в плитке, вот до верха. Ну, здесь скорее всего... А, вот до верха. Это сделано с учетом здесь, я так понимаю, была когда-то плита, и вон под вытяжку, венканал, выход есть. И здесь вот видно сверху линолеум, деревянный пол здесь. А касается у нас плиты газовой, где кушать готовят. Вот у нас получается здесь мы видим газовый котел. И также у нас присутствует здесь скважина своя. Вот она, она забита. И автоматика. Газовый счетчик вон в том углу. Что касается коммунальных платежей, я вот с собственником разговаривал, как он мне сказал, что в зимний период от 2,5 до 3,5 это за газ вы будете платить. Ну, опять смотря какой холод будет. И плюс еще у нас там засвет вода, учитывая, что, пожалуйста, здесь. Ну, а летом, конечно, будет намного дешевле, потому что вы будете только платить за горячую воду, у которого газовая колонка отапливается. Ну, и как я сказал, у нас мы видим с вами с этой стороны газовую плиту. Можно его перенести и туда. Ну, так, в принципе, вот тут пространство тоже есть. И вот он, выход вот этот, который я говорил вам, на вот эту, ну, под тот навес, который второй выход. Так, мы тут зафиксировали. Давайте сейчас пойдем на второй этаж. На втором этаже, конечно, там три спальни и гостиная, если не ошибаюсь. Так, ну и смотрите, вот она у нас лестница. Она простая, деревянная, но абсолютно нормальная. Вот я поднимаюсь, конечно, где-то местами будет подскрипивать. Ну, вот я вот так поднялся нормально. Теперь смотрим с вами, что. Ну, давайте вот оценим вот эту часть. В принципе, обои поклеены, радиатор, металлопластиковое окно, обои. Вот мы видим с вами первую спальню. Здесь вот видно сверху деревянные полы, прям вот полностью. Ну, я скажу, либо вот палас, либо линолеум. Этого видно не будет. Тут, конечно, решать вам. Смотрите, это самая маленькая спальня. Можно ее сделать как под кабинет, как вам удобно. Вот так она выглядит. Обои есть. В принципе, видно, что ремонт именно по обоям и потолок вы покрасили. Но я думаю, где-то вот год-два ориентировочно. Я, конечно, у собственников не спросил это. К сожалению, ну, ничего страшного. Но видно, что свежее. Чугунный радиатор, окно на открывание. Давайте сейчас... Кстати, двери все вот такие. Так, ну, здесь ручки у нас нету. Надо будет сделать. Ну, по крайней мере, дверь закрывается неплохо. Вторая спальня. Кстати, выход на балкон тоже есть. Вернее, не тоже, а есть. Она чуть-чуть поболее той спальни, которую я вам показывал. Металлопластиковое окно, чугунный радиатор. Видно кондиционер. Здесь, кстати, высота потолков второго этажа чуть выше. На первом этаже где-то 2,40-2,45. А на втором этаже вот видно где-то 2,60. Уже поболее. Тоже обои поклеены. Полы тоже самое. Кстати, полы все аккуратненько, ровненько. Я единственное говорю, что можете сверху ковролин, либо линолеум постелить. И вот смотрите, открываем с вами. У нас есть вот такой балкон. Типа, как я его назову. Ну, вот так оно выглядит. Ну, понятно, что либо лоджия, либо балкон. Не знаю, как правильно назвать. Она как бы холодная часть. Ну, и дверь металлопластиковая. И давайте сейчас вам покажу другие комнаты. Если касается самой гостиной, у нас с этой стороны, либо с этой, как вам удобно, потому что комнаты... Ну, вот эта самая, конечно, большая. Ну, давайте вот сейчас покажу вот эту спальню. Здесь, получается, вот помещается двуспальная кровать. Так, вот здесь чуть-чуть у нас... Вот, ну, надо подкрутить, подскрипывать слегонца. И смотрим с вами большое окно на открывание. Видно, кондиционер присутствует. Так, давайте вот отодвину, чтобы вот с этой стороны... Это выход на улицу. Вот чугунный радиатор. И вот мы видим с вами саму улицу. Вот с этого ракурса. Кстати, вот отсюда, вот я прям вижу, протекает небольшая речушка. Но там купаться не вариант. Она небольшая. Ну, рыбу половить можно, имейте в виду. Но собственнику уже позвоните. И он вам более-менее расскажет в плане, какая рыба водится и так далее. Ну, летом, весной, конечно, вот видно прям лесополоса. Ну, в принципе, будет красиво выглядеть, неплохо. На стенах видно полностью обои. Потолок видно аккуратненько. Все сделано. Касается мебели, уже вы собственнику позвоните. Уже по договоренности что-то остается, что-то не остается. Вы уже договоритесь. Дверь тоже самая, точно такая же. Так, с этой стороны ручка есть? Есть. Отлично. И вот она самая большая комната. Ну, как собственники сказали, что это у них гостиная. У них окно с этой стороны. И окно также с этой стороны, которое на улице. Это на соседей. Здесь чугунный радиатор. Полы точно такие же деревянные. Дверь точно такая же, мы видим. Обои. Потолок нормально. Ну, вот видно, что косметику люди прям вот год-два где-то вот так ориентировочно сделали. Потому что, ну, видно неплохое. Ну, и также вот чугунный радиатор и окно на открывание. В принципе, это все у нас есть с этой стороны. Ну, что, мои хорошие, посмотрели мы с вами очередной обзор недвижимости. Дом общей площадью 130 квадратных метров. Количество земли составляет здесь 15 соток. Сам дом находится Республика Адыгея, поселок Дружба, улица Мира, 19. Дом полностью кирпичный. И также у нас полностью поменена кровля. Может быть, где-то что-то я забыл. Ниже в описании, конечно, будет указан номер телефона собственника, где вы можете позвонить и задать вопросы, которые вас будут интересовать. В доме на первом этаже гараж, прихожая, спальня, кухня, столовая. Типа котельная мы ее тоже назовем. И на втором этаже три спальни. Одна маленькая, другая поболее, самая большая. И вот у нас получается, вот она еще как бы гостиная. Можно, кстати, четыре спальни организовать. В этом поселке у нас находится школа, садик, МФЦ, почта. Также у нас игровая площадка. Недалеко находится, буквально, я же говорю, 5-7 минут вы будете в центре этого поселка Дружбы. Также у нас есть станица Дондуковская, прям рядом находится. Там можно работу находить. И также находится буквально где-то километров 15, ну, может, чуть-чуть больше, именно город Курганис. Потому что основная работа, возможно, будет станица Дондуковская, либо город Курганис. Вот имейте в виду. Обязательно напишите ваше мнение касается именно этого дома, потому что для меня очень важно это. Также не забудьте поставить лайк, а возможно, дизлайк. Ну и, конечно, подписываемся на мой канал, кто не подписан. И также, уважаемые подписчики, я напоминаю, что у меня создана для вас группа закрыта в Телеграме, для тех, кто планирует переехать. В этой группе есть люди, которые планируют переехать. Эти люди, которые уже переехали именно в наш Краснодарский край. И мы друг другу подсказываем по поводу переезда, оформления, покупки недвижимости и тому подобное. Если вы хотите попасть именно вот в эту группу, ниже в описании также будет указан номер телефона мой. Вы напишите, как вас зовут, с какого вы города. И я вас добавлю именно в эту группу. Ну и, конечно, также у нас ниже будет в описании ссылки нашего сайта. Потому что я, на этом сайте есть недвижимость, которую мы не выкладываем на YouTube канал. Вы можете по этой ссылке переходить. Вы будете знать, что там практически 100% объекты недвижимости продаются. И вы можете, если тот или иной объект недвижимости заинтересует, вы можете нашему менеджеру написать, либо позвонить, и они вас проконсультируют. Ну и также, если необходим вам поиск недвижимости, чтобы мы вам могли помочь и, конечно, сделать юридическое сопровождение, также будет ниже в описании указан номер телефона, либо мой, либо моего помощника. Вы можете позвонить, написать на WhatsApp, и мы, конечно, вас проконсультируем и поможем вам найти тот или иной объект недвижимости именно в той геолокации, которую мы называем, занимаемся, извините. Ну что, друзья, ждем, конечно же, с вами очередной обзор недвижимости. С вами был Николай Сомсиков. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok